Большой джаз приехал в Югру. На сцене двух крупнейших концертных площадок округа, в Хантамансийске и в Сургуте, выступил квартет Роберта Анчаполовского, ученика великого джазового исполнителя Фила Вудса. Кстати, свою программу артисты ему и посвятили. Югорчане смогли услышать такой джаз, каким он был полвека назад. Анна Шуркевич поделится своими впечатлениями от музыки и от музыкантов. На самом деле это особенное удовольствие находиться в зале на последней репетиции перед концертом. Такое ощущение, что звезды мирового джаза играют только для себя. Буквально через два часа после этой репетиции Хантамансийский зал будет полон. А еще через два часа музыканты сыграют на бис. Югорчане будут аплодировать стоя. Но все это впереди. Пока самая важная часть перед концертом. Саундчек. Проверка звука. В программе квартета Роберта Анчаполовского лучшее произведение Фила Вудса. Поистине великого джазмена. Маэстро выступал на протяжении 70 лет. Написал десятки произведений, которые стали классикой джаза. Теперь на Хантамансийской сцене шедевры Фила Вудса играет его лучший ученик Роберт Анчаполовский. Может случайно, а может и намеренно. Саксофонист надевает на концерт кепку, как его учитель. Однако быть похожим на своего наставника Роберт категорически не хочет. Играем его музыку, его аранжировки. У меня в голове как бы все соло, которые я слышал у него в разных версиях. И мне надо иногда выключаться, чтобы не пытаться играть похоже, как у него. И вот это сложно для меня. Потому что хочется сыграть по-своему, а получается, как у него. Команда Роберта Анчаполовского интернациональна. Несколько месяцев музыканты репетировали свою программу по-одиночке. Каждый у себя в стране. Саксофонист в Израиле, пианист и контрабасист джаз-бэнда в России. А ударник в Америке. Кстати, Уэйн Смит Джуниор в гастроли берет только свои тарелки. Эти тарелки обладают звуком, который я долго искал. Я люблю мрачное, низкое звучание. Плюс ко всему, к этим тарелкам я прикрепил гвозики, чтобы звук звенел. Здесь, в Хантывансиске, произошло настоящее музыкальное волшебство. Картет Роберта Анчаполовского превратился в квинтет. К джаз-бенду присоединился пятый элемент – югорский саксофонист. Для Олега Боровкова этот концерт – своеобразный дебют. Саксофонист впервые играет Фила Вуца. Очень важно играть музыку со всеми. И обмениваться опытом. И поэтому каждый музыкант всегда в свою историю вписывает тех музыкантов, с которыми он когда-либо играл. Должна быть гибкость у музыкантов. Если музыканты гибкие, то они всегда сыграются. В программе джаз-бэнда несколько десятков произведений. Это позволяет музыкантам делать каждый концерт неповторимым. Перед выступлением они делают новый микс из 10-12 композиций. И, конечно, все это для слушателей, чтобы они ни в коем случае не подумали, что артисты устали или играют на автомате. Не зря говорят – джаз – это состояние души. Анна Шуркевич, Юрий Гурев, телекомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!